запись и включаю слайды наши хорошо начнём кто начнёт ты не шаришь экран пока что не шарю прошу прощения прошу прощения не ту комбинацию клавиш всем привет всем добрый вечер сегодня вы на вебинаре по java developer вебинар от школы программирования пассово тема сегодняшнего вебинара почему стоит учить java 5 веских причин стать java разработчиком в 2024 году следующий слайд как вы видите школа программирования пасс в основном в 2016 году и кто лучше чем сооснователь школы расскажет про то как она основалась даже дарина всем привет меня зовут дарина богуцкая спасибо марина что ты нас представила мы открыли школу вместе с моим мужем в 2016 году в калифорнии и занимаемся тем что обучаем людей с нуля и без опыта к первой работе войти то есть мы готовим к прохождению технического интервью к прохождению собеседований на позиции интересные высокооплачиваемые и готовим их на позиции программистов а сегодня мы поговорим про профессию джава разработчика язык программирования джава он самый высокооплачиваемый интересно почему почему программисты джава получают гораздо больше чем джава скрипт или python мы поговорим о том как вообще можно взять любого человека без опыта и за полгода сделать из него джава разработчик как мы это делаем у нас в школе какие мы предоставляем программы какие мы предоставляем стажировки на разных проектах для наших студентов а сейчас у нас есть вот больше десяти тысяч выпускников те кто отучились у нас и закончили у нас есть учебная система где учится порядка двадцати пяти уже больше тысяч студентов они находятся в основном в америке и немного в европе вот и у нас с нами сегодня спикер артем он наш преподаватель на курсе джава у него более восьми лет опыта джава разработки он работал в разных компаниях вот сегодня до эфира он рассказывал о том как он запускает банк в афри в австрии в африке банк в австрии это не первый банк который он запускает это очень интересно у нас все преподаватели они очень умные молодые люди и самая такая главная фишка они умеют и знают как объяснить сложные технические вещи простым доступным языком марина тебе слово дальше спасибо ну и сегодня собственно говоря мы послушаем про профессию джава девелопер артем нам покажет и расскажет как раз таки сложные вещи простым языком но на самом деле это будет не все мы вас будем ждать еще завтра и послезавтра на уроках по джаве будет также практические темы будет практика поэтому поехали дальше тогда вступлю я во первых хочу немножко до начала сказать вопросы голосом и в чатик приветствуются можете смело не стесняться останавливать уточнять какие-то вопросы которые будут непонятны в моменте мы постараемся их оперативно обсудить и проговорить то что будет непонятно и в первую очередь может кто подключился чуть позже и не услышал и пару слов о себе расскажу кто я такой и почему джава и почему столько платят джава разработчикам как уже сказала марина у нас будут вебинары длиться три дня поэтому я всех приглашаю быть и сегодня и завтра и послезавтра потому что мы будем постепенно рассматривать какие-то важные вопросы касательно сферы в принципе разработки сферы джава и позиции джава разработчик кто он зачем и в самый последний день нашего вебинара то есть это будет послезавтра 9 мая мы с вами посмотрим как сделать легко и просто программу вот в режиме реального времени простую программу которая будет полноценно функционировать и чего-то делать поэтому всех приглашаю персонально и всех жду как уже правильно сказали и меня зовут артем я джава разработчик с джава работаю более восьми лет в основном это финтех проекты различные также в сша в европе это банки крипто платформы crm системы ну и там какие то другие много разных интересных мелких проектов также у меня опыт менторства либо преподавания более трех лет и я являюсь в настоящем времени преподавателем курса джава девелопер в школе программирования пас и сегодня я хотел бы с вами скажем так пройтись по таким вопросам как пять причин почему стоит изучать джава в двадцать четвертом году на самом деле если бы мне были дали волю и у меня было бы две ночи впереди я бы вам не пять причин назвал бы сто и двести и триста причин но выделил немножко таких вот более пять основных причин почему все таки в двадцать четвертом году джава можно и даже нужно изучать и начну с того что во первых расскажу что такое джава джава это джава был разработан придуман таким джеймсом гослингом в девяносто пятом году умнейший человек и он в свое время переломил всю историю в целом языков программирования и разработки программного обеспечения с того момента с девяносто пятого года началось настоящее программирование взрослые интересно потому что появилась джава и чем джава хорош стал и был инновационный в то время потому что джава это был первый строго типизированный язык это был объектно ориентированный язык программирования и и компания которая разработала этот язык называлась Sun Microsystem в последующем Sun Microsystem выкупила компания Oracle и сейчас джавой владеет компания Oracle мы можем представить что Oracle это достаточно большая крутая компания поэтому сомнений в развитии джава никаких нет это не какая-то компания которая решила когда-то чего-то инвестировать а потом прогорела это крупная компания с огромными активами которая вкладывает в этот язык и он развивается до сих пор и один из первых моментов почему стоит изучать джава в двадцать четвертом году потому что это популярность и стабильность ну для многих не очевидно но джава на сегодняшний день является один из самых популярных языков программирования в мире я сказал один из самых популярных языков программирования чтобы не ущемлять другие языки программирования вот но я как адепт джава разработки скажу что это самый лучший самый единственный язык программирования который на сегодняшний день стоит в тройке лидеров языков программирования за свою стабильность потому что джава язык программирования который был разработан для автоматизации крупных предприятий для реализации интерпрайс решений и на сегодняшний день более девяносто девяти процентов известных банков которые вот любой банк который вы знаете вот неважно в какой стране я почти сто процентов он написан на джава поэтому не просто так финансовые организации и вообще банки выбрали этот язык а потому что он в действительности стабильный надежный он предоставляет инструменты безопасности уже с коробки поэтому имеется ввиду что он уже сам по себе безопасен и все банки используют джава а поскольку мы знаем что переписать какое-то приложение в банке это сильно дорого долго поэтому никогда этого никто делать не будет поэтому сколько будет существовать банковская система столько будут будет существовать язык джава вопреки какому-то популярному мнению в узких кругах что джава скоро умрет или еще такое это хейтеры мы их не любим вот такого не будет будет только развитие вот следующее следующее почему стоит учить джава язык в двадцать четвертом году это за его универсальность этот язык выучив язык программирования джава вы научитесь делать не какую-то одну узкую там будете в чем-то специально узком направлении допустим там php там 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 боже упаси python еще там чего-то там такое там что-то одно маленькое какие-то скрипты легкие на джава вы можете писать вот ну вот что вот вы придумаете писать то и будете писать потому что на джава работают финские лифты на джава работают писали программы был такой пакет джава джава мобайл эдишн и так далее когда писали какие-то программы для да можно разрабатывать доступные приложение можно разрабатывать вы можете придумать разработать на языке джава вы можете это разработать и в этом универсальность языка джава То есть, зная один язык программирования Java, вы на сегодняшний день можете интегрироваться в любую сферу, в мобильную разработку, веб-разработку, десктоп-разработку, гейм-дев, разработка игр каких-либо и так далее. И вот основная область применения, как я уже сказал, самое основное назначение Java – это автоматизация крупных предприятий, это автоматизация интерпрайса. Это единственный язык, который может предоставить полноценно весь спектр инструмента для оптимизации крупных предприятий. А крупные предприятия какие, например? Очень много известных. В Facebook много чего на Java, Netflix написан на Java, когда-то там частично функционал YouTube тоже на Java был, там сейчас они какие-то свои языки внедряют и так далее. Очень-очень много таких вот крупных известных компаний и плюс ко всему практически все банки, они написаны на Java, то есть достаточно большие, огромные корпорации. И как мы видим, разнообразие большое, банковская система, онлайн-магазины, стриминговые сервисы, мессенджеры разные, вот как я и говорил, даже вот такие вот кассовые аппараты, банкоматы, вот все вот вы банкоматы, которые видите там с карточки деньги снимать, функционал для банкомата кажется, да, а он написан тоже на Java и так далее. Такой третий пункт, очень тоже, почему Java был революционным в свое время, потому что Java предоставила кроссплатформенность. Что это значит? Ну вот представьте, кто-то разработал завод, на котором производятся правые ботинки только, на правую ногу, а если нужно на левую ногу, нужно построить новый завод, который будет делать с ботинки на левую ногу. Звучит, конечно, очень неудобно и странно, но это такой грубый пример, но, допустим, вы хотите написать какую-то программу, которая работает на Windows. И вдруг решили написать программу, появились макбуки, появилась система macOS, и тут вы решили, что вы хотите эту же программу использовать на macOS. С Java никаких проблем нет. У Java даже девиз есть, когда устанавливается Java, когда мы на курсе будем самым первым уроком устанавливать Java, я специально обращу ваше внимание на это окошко, которое вылазит. И там написано, что установлено там на миллионы-миллионы устройств, и девиз такой, написано однажды, работает везде. Вот такой девиз Java. Все благодаря виртуальной машине Java, на которой запускается любая программа, написанная на Java. Везде, где мы можем установить виртуальную машину Java, а на сегодняшний день мы можем установить на любую операционную систему существующую, мы можем запускать Java-приложение. Поэтому, когда мы написали программу на какой-то операционной системе, допустим, вот мы работаем на, ну вот я работаю на MacBook, кто-то из вас на Linux, кто-то из вас на Windows, мы будем писать приложение, и я уверен, оно будет работать на каждом из устройств абсолютно одинаково. Это то, что гарантирует Java. Пишем на одном месте, запускается везде, где только угодно, где можем поставить виртуальную машину Java. Это огромная особенность этого языка программирования. Сейчас некоторые языки пытаются быть, скажем, похожими, пытаются чего-то такое сделать. Когда-то там C-Sharp хотел что-то такое сделать, чтобы там где-то еще запускаться, но ни один язык сегодня не может предоставить такой же инструментарий для запуска на абсолютно всех известных платформах. Поэтому написано один раз, работает. Наелись, да? Ну, мы съели. Третий как тоже. Хорошо. Следующий такой момент, плюсик, почему Java один из языков лучших, а вообще-то единственный язык, который нужно изучать в 2024 году, на сегодняшний день это одна из самых богатых экосистем, инструментариев. И сюда я допишу, не забыл дописать, документации. На сегодняшний день, ну вот представляете, да, Java существует с 95-го года, и она развивается, растет, и она поддерживается. Очень много всяких интересных фишечек так приносится в Java. И на все это еще дополнительно есть такой инструментарий, либо как мы называем его библиотеки, либо фреймворки. То есть то, что нам облегчает работу с самим языком, то, что нам дает какие-то решения, путем использования этой библиотеки, использования уже написанного какого-то функционала кем-то другим. Одни из этих популярных фреймворков, это веб-фреймворки, это семейство Spring фреймворков, Spring Spring Boot, Spring Web, Spring Security и так далее, Hibernate и множество других-других фреймворков, которые мы обязательно будем изучать на нашем курсе, пройдемся, научимся пользоваться этим. И документация. Вот лучше документации и сообщества, комьюнити, чем у Java, я не находил. Как я и сказал, что Java, она для автоматизации крупных корпораций. Соответственно, специалистов, разработчиков на Java очень много. Комьюнити Java-разработчиков очень большое. И постоянно сферы развиваются, открываются новые компании. И поэтому, если вы даже откроете просто маркет вакансий, вы увидите, какое огромное количество на разный уровень Java-специалистов, какое большое количество различных вакансий. Я скажу, я здесь в день получаю как минимум 15 разных приглашений, каких-то там вакансий мне рекрутеры отправляют. И при том, что я не ищу работу, я не в активном поиске, вот просто находят где-то профили и шлют мне там всякое. Поэтому, соответственно, благодаря тому, что огромнейшая комьюнити Java-разработчиков, как итог, огромное количество различной документации на любом языке, практически на любой известный язык, я имею в виду популярный, понятно, на какой-нибудь там бургундии или еще какой-то язык, вряд ли там чего-то переведено. Но все основные языки такие популярные. Вся документация переведена, и она исчерпывающая. Куча разных ресурсов, огромные комьюнити, огромное количество форумов тематически. И любое, что вы хотите сделать на Java, и если вы сталкиваетесь с какими-то трудностями, либо у вас есть какая-то задача, и вы хотите ее решить, 99% что это уже кто-то решал, решил, наступил на те же грабли, что я и вы тоже, которые наступите. И уже будет решение, или будет исчерпывающая документация на ту задачу, либо на ту проблему, которую вы хотите решить. Это то, что отличает этот язык также от многих других языков. Поэтому сегодня это один из лучших языков. И такой пятый момент – это постоянное обновление. Java обновляется с 95-го года регулярно на сегодняшний день. Версия Java уже 22-ая. У них был какой-то перерыв. Чем классное обновление в Java? Java – один из немногих языков программирования, который предоставляет такое понятие, как обратная совместимость. Что это значит? Допустим, вы разрабатываете приложение, ну, сегодня 24-й год, 22-ая Java. Допустим, вы разработали сегодня приложение на 22-й Java, на версии Java 22, а через 5 лет вышла версия 27. И ты думаешь, а что мне делать? У меня версия 22, сегодня уже 27. Но с этим никаких проблем нет. Есть понятие обратная совместимость. То, что было написано давно, оно будет работать сегодня абсолютно точно так же. Даже если версия Java поменяется. Потому что они не делают так, что выпускают новую версию, и старое, ну, мы как будто бы там старое передумали, или чего-то удалили, они не меняют Java, они ее расширяют постоянно, расширяют функционал. Один раз в истории существования Java, компания Oracle, или тогда еще SunMicroSystem, неважно, компания, которая владела Java, один раз в жизни она поменяла, в принципе, Java, они там работали-работали, а потом поняли, что они пошли не туда, быстро перегруппировались, и они концептуально поменяли Java, и предыдущие версии не работали с этим. И они назвали Java 1.2, ну, и переименовали язык Java в Java 2. Так что есть и такой маленький исторический факт. На самом деле язык программирования, который я тут пытаюсь расхвалить, он называется не Java, а Java 2. Ну, из-за лени человеческой мы никогда Java 2 не говорим и не пишем, поэтому он до сих пор Java. Да, ну, на самом деле это Java 2, потому что они в определенный момент поменяли. С момента, когда пошла Java 2, после этого ни разу за все время, за десятки лет не поменяли версию Java, чтобы предыдущая не работала. Они только расширяют. Поэтому при постоянных обновлениях мы можем гарантировать, что наши все приложения, напишущиеся на прошлом, они будут работать точно так же и сегодня. Чем это хорошо? Ну, вот представьте такую ситуацию. Я вам скажу такой секрет, только никому не говорите. На сегодняшний день большинство банков США написаны на восьмой версии Java. Ну, понимаете, восьмая версия Java. Сегодня 22-я версия Java. Вы же пользуетесь мобильными приложениями банков, и они как-то даже и обновляются, и все. И это прекрасно работает, и это и будет прекрасно работать. Потому что Java поняла, что поменять версию Java или в целом написать приложение уже там на новой версии Java с какими-то новыми фишечками, прикольчиками, это очень сильно дорого. Когда маленькая компания, это неощутимо. Но, представляете, банк JP Morgan Chase. У него, не знаю, сколько миллионов клиентов. Десятки миллионов клиентов. Ну, вот представьте, в один момент начать чего-то там обновлять, там приложение, там начнутся какие-то возмущения от недовольных клиентов, потому что там чего-то не работает. Поэтому они до сих пор на восьмой Java, и это все благополучно существует, развивается, и идет в ногу со временем, потому что есть какие-то фреймворки, которые компенсируют эту разницу в версиях Java. Что, кстати, не могут предоставить, да не полетят в меня сейчас камни, языки под названием JavaScript и ему подобные фреймворки. Я в определенный момент как-то такой думаю, сейчас так модно учить Angular, и у меня как раз пришел проект, к которому мне нужно было работать с Angular, и я такой, выучу я Angular. Я когда учил Angular, все разобрался, выучил, и такой довольный, и мне спрашивают, а какая у тебя версия Angular? Вторая, а сегодня уже пятая. Говорю, ну какая разница? А все, она уже другая, она уже не будет работать. И все. И я, получается, потратил кучу времени и выкинул свои знания. Вот, потому что, по сути, там все кардинально поменялось, и у Java такого нет. Если вы выучили, если оно работает, оно и будет работать. Это, кстати, такой маленький лайфхак. Вы можете сегодня выучить 22-ю Java, и всю жизнь проработаете, и никто не догадается, что вы учили только 22-ю Java, потому что это все будет так же работать. Вот. И это, конечно, все интересно. Все вот эти вот пункты, там какие-то преимущества. Но какой профит от всего этого? Как уже сегодня упоминалось, это высокий уровень занятости и возможность карьерного роста, что подразумевает и возможность роста зарплаты, роста финансового достатка. Потому что если на сегодняшний день Java, он был, и он остается одним из наиболее востребованных языков программирования на рынке, об этом говорят и количество вакансий. Ну, это не просто информация, она в открытом доступе, можете каждый зайти на любой, там, не знаю, job market и посмотреть количество вакансий для Java-разработчика. Ну, и, соответственно, если мы говорим конкретно про Java-разработчика, то это огромная возможность карьерного роста. Потому что знания Java-разработчика, если мы постоянно развиваемся, держим актуальным, они всегда актуальны. Java развивается, разработчики развиваются, соответственно, это не так, что вы пришли на какой-то простенький, легкий, там, какой-то язык программирования, а через год про него все забыли, и вы, там, через какое-то время начинаете все с нуля. Здесь такого не произойдет, и это гарантирует постоянный карьерный рост и постоянный рост зарплаты. И тут такой слайдик, это цифры, какие сейчас зарплаты на рынке и на что можно рассчитывать. Это все очень усредненно, сразу скажу. Эти цифры могут отличаться, эти цифры могут быть меньше, эти цифры могут быть гораздо больше, в зависимости от штата, от компании, от, не знаю, проекта, от разных-разных факторов. Но в целом, даже если вот взять эти цифры, в целом они очень даже красивые, и вполне возможно, что если вы находитесь где-нибудь на западном побережье, вы можете с таким же опытом х2 смело приклеить, там, ну, к зарплате. Есть реальные, там, случаи, знакомые, вот, переезжали туда и просто увеличивали свою зарплату, там, потому что компаний, там, больше таких вот интересных. и вот компаний, в которых работают наши студенты. И если вы думаете, что это что-то для красивой картинки, хочу вас уверить на 100%, абсолютно нет. Это очень реально, это вполне реально. и я когда-то в свое время думал так, моя мечта работать в Microsoft, Google, в Amazon, либо где-то так, ну, вообще просто мечта, нечет. На сегодняшний день я выбираю не компанию, а проект. Вот, мне настолько интересно, потому что предложений с того же Амазона хватает. И, соответственно, чтобы прийти и пройти собеседование в этих компаниях, на наших курсах вы получите абсолютно все достаточные знания для этого. Вы уйдете отсюда абсолютно уверенные в себе. и я 100% скажу, если вы будете заинтересованы, если вы сами захотите этого, во-первых, у вас все получится, а во-вторых, я буду вдвойне заинтересован в том, что у вас получилось. И дальше мы поняли, какие зарплаты, какие проекты, какие компании могут быть. И такой один из немаловажных моментов хочу рассказать, что такое Java понятно. Приблизительно понятно, почему стоит учить. Но в целом мы отучились. И какая наша роль на проекте. Я расскажу про то, какая была моя роль, она сейчас немножко отличается в силу определенной позиции моей. Иногда это более какая-то управленческая и организационная роль. Но в целом роль Java разработчика на проекте, она такая. Первым этапом проектирование и разработка приложения. Это не подразумевает написание кода и не только написание кода. Это обсуждение требований, это анализ проекта, анализ задачи. Допустим, не проекта, вы пришли на какую-то конкретную задачу, на какой-то функционал, какая-то доработка. Вы составляете некие обсуждения с коллегами, какой-то у вас есть легкий брифинг на тему, как лучше, какие технологии. Вы проектируете то, что вы будете писать. После этого идет написание самого кода, тестирование и отладка. То есть мы протестировали, чего-то там сломалось, мы это поправили, все отлично. Еще один из моментов таких это оптимизация производительности, улучшение алгоритмов. Допустим, мы пришли на какой-то проект, где уже готовый функционал, нам не надо ничего разрабатывать, но нам говорят. И это опять реальный кейс. Один из клиентов мне говорит, слушай, вот клиент берет приложение и у него авторизация 15 секунд, а я хочу, чтобы было 3 секунды. Мы можем что-то с этим делать. И вот мы начинаем думать, как нам оптимизировать алгоритмы, как нам оптимизировать процессы, чтобы достичь более-менее реалистичного либо близкого к желаемому результату клиента. Четвертый момент. И, кстати, вот четвертый момент, это один из самых важных моментов. Это сотрудничество с командой разработки и другими участниками проекта. Я вам скажу по секрету. Сегодняшний рынок такой, что голые hard skill, то есть мои знания технические, по сути никому не надо в большей степени. Но они как бы играют важную роль и, возможно, где-то ключевую, но основным решением будет ваша soft skill. И одним из этапов всех собеседований есть behavioral interview либо interview на ваша soft skill. Кстати, также в программу курса будут включены занятия по soft skill. Об этом расскажет подробнее Марина. Четвертый пункт – это сотрудничество с командой разработки и другими участниками проекта. Это взаимодействие с полным циклом разработки. Чему мы с вами будем учиться сначала в рамках курса, в рамках одной команды серверной разработки. Если мы с вами, я-то точно, ну вы, если решите пойти на стажировку, чему мы с вами будем учиться и практиковать, даже не учиться, а практиковать и практиковать и практиковать взаимодействие со всеми командами. Тестировка, дизайн, другие там отделы, там бизнес-анализ, скрам-мастер, project-менеджер и правильное взаимодействие с командой это 70% успеха реализации всей задачи. И это очень важно понимать. И это роль разработчика, не только Java-разработчика, это любого разработчика, любого направления. Это наше умение работать в команде, умение общаться, быть вежливым, уметь решать конфликтные вопросы и так далее, и так далее. Пятый пункт – это поддержка и обслуживание приложения. Допустим, есть такие проекты, у каждого они из нас будут, у меня были, иногда еще будут. Это приложения, которые, они уже написаны, там ничего не надо делать, оно просто себе существует, но клиент заплатил какие-то деньги, чтобы нам постоянно сопровождать его, вести какое-то там обслуживание приложения. Допустим, какие-то обновления, каких-то версий, там каких-то библиотек, может там какие-то бэкапы, базы данных делать, ну и так далее, и так далее. Некое обслуживание приложений. И шестой пункт – постоянное самообразование, изучение новых технологий. Ни для кого не секрет, а если для кого-то секрет, я его сейчас раскрою. В IT-сфере, в частности, Java-разработчику нужно развиваться каждый день. Ну, грубо говоря, каждый день. Технологии растут, мир меняется, все растет, развивается, и если мы пришли на какой-то проект, есть какой-то стек технологий на проекте, если мы вот сидим год, два, три в этом проекте, сидим и с этими технологиями только, и ничего больше не интересуемся, не интересуемся, что сейчас новое, какие новые тенденции, какие новые паттерны программирования, какие новые принципы, какие новые библиотеки, какие-то инструменты, то через два года мы становимся нерелевантными для других компаний. Мы будем, возможно, пойдем по таким же проектам устаревшим, и будем ходить всю жизнь, и это сильно замедлит развитие, это сильно замедлит рост, как специалиста и в карьерном плане, и в финансовом плане, поэтому, что стоит помнить, что Java-разработчик или в целом сфера IT, она устроена так, что тебе нужно развиваться постоянно, но в этом ничего страшного нет, это даже очень интересно и увлекательно, вопрос делать это правильно, и мы с вами на курсах уже научимся это делать, с самого начала мы будем воспринимать информацию, читать. Наш курс устроен так, чтобы не свалить на вас, как снег на голову. Вот, знаете, вот вам Java, вот вам Enterprise-приложение, и вот, пожалуйста, делайте. Все будет поэтапно, мы будем правильно потреблять информацию, правильно потреблять ресурсы, правильно ресерчить, искать полезную информацию, и шаг за шагом мы поймем, как нам работать с какими-то инструментами, с какими-то задачами, и потому что Java, по сути, это тоже инструмент, это инструмент для определенных задач, мы просто научимся с этим инструментом работать правильно, и также развивать свои навыки работы с этим инструментом посредством постоянного саморазвития и там какого-то изучения новых технологий. Вот. И чему мы научимся с вами на курсах? Во-первых, мы научимся с вами писать код на Java, что логично. Мы научимся с вами разрабатывать веб-приложения на Spring Boot фреймворке. Мы от нуля до самого конца, вы абсолютно научитесь это делать сами, будете делать это уверенно и красиво. Вы изучите принципы объектно-ориентированного программирования. Что вам, если вам интересно, что значит объектно-ориентированное программирование, я всех приглашаю завтра на наш очередной вебинар, и мы обязательно изучим этот вопрос. Я вам расскажу, что это значит, почему это очень важно в современном мире разработки, в частности, Java-разработки. Также мы научимся работать с вами с различными базами данных. Мы SQL, PostgreSQL. Мы научимся сохранять там какие-то данные, изменять информацию в базе данных. Мы научимся писать скрипты в базу данных, делать запросы, управлять большими объемами данных и так далее, и так далее. И мы еще очень много с вами разных инструментов научимся использовать и работать с этим. Вот. И в целом у меня все. Спасибо большое. Передаю слово дальше. Спасибо большое. Значит, Артем рассказал техническую часть из того, что вас ждет на курсе. Я расскажу по орг-моментам. Смотрите, у вас на экране выведено расписание. Пожалуйста, кому актуально сохраняйте. Время указано по Калифорнии. Если вы в Нью-Йорке, прибавляйте 3 часа. Пока я буду рассказывать орг-часть, вы можете писать свои вопросы Артему. Мы обязательно к чату вернемся и в конце на все ответим. Если ко мне возникают вопросы, тоже можете включать микрофон, задавать и так далее. На курсе мы стараемся поддержать наших студентов. И наша главная цель, чтобы студенты вышли на рынок труда. Но сразу после курса идти на работу страшно и сложно. И поэтому мы даем промежуточный этап. Это стажировка на американском проекте. Когда вы приходите на стажировку, все процессы повторяют процессы в любой американской компании, на любом проекте. Соответственно, вы работаете в команде. Но это не учебный проект. Это не проект пустышка. Это реальный проект, который мы готовим под инвесторов и так далее. То есть мы в этом проекте работаем вместе со студентами, но также будут с вами работать другие специалисты, которые IT-специалисты. Соответственно, у вас будет ментор. Чтобы на каких-то тасках вы не застревали, у вас не было блокеров, у вас будет ментор, к которому можно всегда прийти, показать экран, сказать, что я застрял, помогите. Обратная связь и на проекте тоже есть. То есть мы не обучаемся нуля на проекте, но мы продолжаем вас поддерживать. Будучи на проекте, студенты нарабатывают реальные кейсы, которые потом рассказывают на интервью. То есть на интервью вам будет рассказать, что вы делали на прошлом месте работы. Соответственно, мы даем вам референсы для резюме, и вы выходите на рынок труда уже с опытом работы. То есть вы не говорите, что я ничего не знаю, вы действительно уже знаете, имеете практический опыт. Можете плавиться на джуниор позиции и на миддл позиции также, потому что у вас будет опыт работы. Дальше еще одна загвоздка на выходе на рынок труда у студентов – это страх перед интервью, страх перед неизвестностью. Этот страх возникает потому, что вы не знаете, а что вас ждет на этом интервью, что вас просят, что ответить и так далее. Здесь мы тоже с этим работаем. С вами будет заниматься рекрутер. Это американский рекрутер. Она готовит вас к собеседованию. На самом деле есть такой список вопросов. Там примерно 70-100 behavior questions, которые всем давно известны. По крайней мере, нам точно. Те, кто внутри IT. И все эти behavior questions на interview practice мы с вами прорабатываем, говорим структуру ответа, тренируем mock interview, вы делаете себе конспекты. И вторая цель interview practice – это не только научить вас, как правильно отвечать, что говорить, но также и потренировать ваш английский язык, разговориться, преодолеть языковой барьер. Тут максимальная польза. Все доступы бессрочные. То есть вы на уроки можете ходить столько, сколько необходимо. Также участие в стажировке, повторное прохождение курса онлайн с новой группой бесплатно. Также на, видите, слайде у вас включен курс English for IT. Это для тех, кто имеет слабый английский. Перед тем, как идти на interview practice, приходите, мы подтянем вашу грамматику, доведем вас до уровня intermediate, и потом вы готовы покорять всех рекрутеров и так далее. Соответственно, на уроках по interview practice мы также рассказываем, как правильно выходить на рынок труда, чтобы это было максимально эффективно, потому что есть определенная стратегия. Если следовать нашим рекомендациям, то воронка закрутится, пойдут звонки рекрутеров, пойдут собеседования, и будет так, как у Артема, когда у него есть просто LinkedIn, а ему туда пишут и пишут с предложениями. Соответственно, для этого надо иметь хороший LinkedIn и правильно его развивать. Об этом мы также рассказываем. Если вы слышите, что кто-то не получает работу, то надо копнуть глубже и спросить, почему. Потому что наверняка на каком-то из этапов есть ошибка, которая портит все остальное. Поэтому если вы следуете нашим рекомендациям, то у вас начинается процесс собеседования, соответственно, и job offer. Также вы видите цену на слайде. Данная цена аукционная, то есть у нас сейчас идет акция для всех участников вебинара, и цену можно забронировать. Там будет последний слайд с QR-кодом. Можно, пожалуйста, следующий слайд? Окей, до QR-кода дойдем, друзья. Не отключайтесь, пожалуйста. В конце будет скидка. Обучение с нуля, как мы уже об этом говорили. Стажировка на проекте. Если у вас есть вопросы по стажировке, пожалуйста, пишите, мы ответим. Я постаралась подробно рассказать. Про рекрутера также постаралась подробно рассказать. Все классы у нас проходят онлайн в режиме реального времени в Zoom. Вот как мы с вами сейчас общаемся. Точно так же мы общаемся и на уроках. Но если вы не смогли прийти на онлайн-урок, мы как бы двойки за пропуски вам не поставим. Все уроки сохраняются в записи, выгружаются в личный кабинет студента на нашей учебной платформе. И вы можете в удобное время пересмотреть прошедший урок, вопросы задать или на факультативе. Факультативы – это такие уроки, где мы не проходим новые темы, мы проходимся по уже пройденному материалу, разбираем домашние задания. То есть цель факультатива – дать обратную связь. Поэтому, если вы смотрели урок записи, приходите на факультатив, мы ответим на вопросы. Также повторное прохождение курса онлайн с новой группой бесплатно. Это прекрасная опция «Пользуйтесь, пожалуйста», потому что бывают разные ситуации. Кто-то болеет, переезжает и так далее. Все взрослые люди. Или кому-то просто даже, будучи на стажировке, полезно пересмотреть какие-то определенные уроки. Поэтому все доступы сохраняются. Наша цель – не вставить палки в колеса, поставить какие-то ограничения, барьеры, что вот доступ только два месяца и всё. Нет, учитесь, пользуйтесь. Однажды попав в комьюнити пассово, мы уже остаёмся с вами всегда. Следующий слайд. Окей. Это мой любимый слайд. Посмотрите, пожалуйста. Все эти студенты когда-то начинали с нуля свой путь. И на самом деле с этими конкретно студентами общалась я, когда они начинали свой путь. И здесь это на самом деле ссылки на YouTube. Вы можете написать мне, я отправлю вам презентацию, вы посмотрите. Можете просто зайти на наш YouTube. Я сейчас напишу свой Telegram в Slack, в чат, в Zoom точнее. Если интересно, я вам пришлю линги. Да, значит, это те люди, которые также с нуля начинали свой путь. И в этих видео вы можете получить мотивацию, услышать, что им тоже было страшно, им тоже было непонятно. Но также услышать, как они достигли своей цели и убедиться, что цель оправдывает средства. И, собственно говоря, они делятся, как это было, подробно. Следующий слайд. И снова про то, как проходит обучение. Собственно, и это я уже рассказала. Видите, всё, что я сказала, оно так здесь и описано. Прямые эфиры, домашние задания. Кстати, про домашние задания я не сказала, но, Артём, поправь мне, если я не права. Домашние задания будут, их будет много. И у нас индивидуальная проверка домашних заданий. То есть вы их не делаете в никуда. Вы их делаете, мы их проверяем. По каждому получаете обратную связь. Да, всё верно. Обучение наше построено так, что после каждого занятия, после каждого будет домашнее задание. Работать надо будет много. Но оно того стоит. Да, соответственно, несколько раз в неделю уроки. И домашние задания, на которые надо дополнительно выделять 2-3 часа в день. Спасибо. Следующий слайд. Да, курс длится 6 месяцев, 3 занятия в неделю. Вы здесь видите зарплату Java Developer на старте. Если есть вопросы, тоже пишите. И вот он, этот слайд. На нём мы уже остановимся. И на фоне этого слайда мы будем отвечать на вопросы. Я вижу, вы в чат уже написали. Поэтому сканируйте QR-код. И бронируйте цену со скидкой. И я пошла тогда в чат. Артём, вопрос к тебе. Скажите, кому не подходит Java? Единственный критерий, кому не подходит Java, это ленивым людям. Поскольку вы пришли на вебинары, я сомневаюсь, что вы ленивы. Потому что я бы не пришёл. Но вы здесь, вы молодцы. Поэтому абсолютно уверен, что любому подходит Java. Другой вопрос. Опять же, тут стоит понимать. Есть такие творческие люди, которым нужно постоянно что-то щупать, что-то видеть. Там какие-то вот, знаете, там рисовать. Наверное, для таких людей больше подойдёт либо дизайн, либо фронт-энд разработка. Но в целом это только вопрос предпочтения. Если с точки зрения, кто не сможет выучить Java, но я не верю, что есть такие люди, что не смогут. То есть нет никаких ограничений в этом. Да, согласна. Спасибо. На интервью спрашивают DCA. Тут Любовь заметила. И дальше спрашивают, на какие позиции подаются студенты после курса. Backend developer. Java developer. Так они называются? Артём? Да. Ну, то есть стоит понимать, что как называется вакансия, абсолютно неважно. Потому что Java developer, он и есть и Backend developer. А также в Америке, в США часто есть такая вот традиция называть software engineer. Это немножко другие требования, но по сути одно и то же. Но можно по-разному увидеть, но это всё про одно и то же. То есть как кто захотел, тот так назвал. Но апплайиться можно абсолютно и на Software Engineer, и на Backend developer, и на Java developer, Java engineer, как бы это ни называлось. Смотрите приблизительно критерии. Можете смело смотреть вакансии, которые на 2-3 пункта кажутся вам больше, чем вы. Это тоже такой лайфхак. Если у вас, условно говоря, 2 года опыта, смело апплайтесь на вакансии и 5 лет тоже. Потому что компания любит немножко преувеличивать. И в плане скиллов, и в плане всего остального. Поэтому не стоит никак останавливаться. Увидели software engineer и подумали... Увидели software engineer и поняли, не-не-не, я на Java учился, я же не software engineer. Нет, 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 все нормально, оплайтесь и поддавайтесь на любые вакансии, которые... Увидели Java, ну только не JavaScript. Там Java увидели и все, оплайтесь. Да, на самом деле компании хотят поймать золотую рыбку, поэтому иногда в требованиях рекрутеры... Опять же, да, описание вакансии составляет рекрутер. Рекрутер не всегда технически достаточно подкован, поэтому он может туда навалить и все, и разные стэк, и фреймворки, и все-все-все. А вы подумаете, ой, да я же этого не знаю, но все равно, может быть, это и не требуется на самом деле, поэтому смелые плайтесь. Вопросы по поводу проекта. Он будет один, их будет несколько. Будет ли он коммерческим, коммерческим для школы, да. Сколько он в среднем длится? Ну, смотрите, у нас есть несколько проектов. Мы после курса студентов подключаем всегда на один наш главный проект, и это достаточно объемный проект, это CRM-система, которую мы разрабатываем для бизнеса, вы на нем участвуете. Далее у нас есть несколько проектов мини, ну, мини в плане групп, мы туда не берем всех, поэтому те студенты, кто хорошо проявил себя на нашем основном проекте, могут получить дополнительный опыт, мы их приглашаем в наши мини-группы для участия на более серьезных проектах, более серьезных, я имею в виду, более ответственных для нас, как для бизнеса. Поэтому, да, у вас есть возможность участвовать в нескольких проектах, но это вы должны себя проявить и показать хорошо. Есть ли пробный период обучения? Смотрите, пробный период обучения сейчас, он уже настал. Вот эти три дня, три урока по Java, пожалуйста, вы знакомитесь с нашим преподавателем, задаете все интересующие вас вопросы. Когда вы приходите на курс, мы призываем всех приходить на курс, уже зная, что вы выбрали и отступать нельзя. То есть, если мы идем и все еще колеблемся и все еще не понимаем, то мы вот в таком колеблющемся состоянии никуда не придем. Поэтому, когда мы приходим на курс, это значит, что мы приняли твердое решение идти до конца. Ну, естественно, в вопросе тоже есть какой-то возвратный период, но он небольшой. Извините, что перебил, я говорю. Да, конечно. Один вопрос пропустили. Что дает Java, чего не дает JavaScript? Хотелось бы уточнить этот момент. Стоит понимать, что это абсолютно разные сферы. То же самое, как что дает Snickers, чего не дают печеньки Oreo. Вот где-то так же. Потому что JavaScript это про некую, то, что вы видите. Вот сайты написаны, да, вот JavaScript. Вот эти вот все активные кнопочки, иконочки. По сути, что несет JavaScript, это некая отрисовка фасада, которую вы видите в браузере, листаете. Нет никакой бизнес-логики там за капотом. Что делает Java? Это построение серверной части, бэкэнд-части крупных приложений. То есть вот это вот все мозги, логика, расчеты, управление данными. Это вот что делает Java. Но в то же время и на Java можно писать фронт-энд. Это немножко не для этого, уже никто так не делает, но это можно делать. Вот JavaScript это больше для проработки фронт-энд-части. Вот именно вот сайты, но имеется в виду работа сайтов, страничек, кнопочек и всего остального. Логика там отображений, анимации и какие-то действия на нажатие кнопки, обработка действий и так далее. Это если очень упрощенно. Отлично, спасибо большое. Я тут уже углубилась в чат. Значит, здесь еще спросили про условия рассрочки. Друзья, условия рассрочка – это прекрасная опция, которая дается нашей школой, но она обсуждается индивидуально с вашим менеджером. Поэтому напишите мне в Телеграме ваш… Я написала в Телеграм, а он мне Т9 исправил Телеграф. Окей. Напишите мне в Телеграм ваш имейл, я направлю на вашего менеджера, или я ваш менеджер, я обязательно проконсультирую по рассрочке. Так, дальше. Если кому-то нравится общаться, болтать, что выбрать тогда? Ну, окей. Вообще, как я понимаю, Арсен, поправь меня, программисты также общаются между собой в команде и с другими, как бы там общение есть. Да, и в этом-то абсолютный резонанс, в отличие от фильмов, где программисты представлены, это какой-то ботан, который сидит и вот так вот в какой-то тухлой комнате с плесенью программирует. Ну, нет. Огромная часть работы Java-разработчика заключается, как я показывал на одном из слайдов, общение с командой, это дейли-митинги, какие-то стендапы, какие-то колы с клиентов, это постоянное общение. То есть, чтобы вы понимали, иногда так бывает, что за весь восьмичасовой рабочий день стандартный на написание кода остается там час-два часа времени, а все остальное занимается полялякать. Я уже молчу про перерывы на кофе, когда там можно говорить сколько угодно. А сколько перерывов, решаете сами. Спасибо большое. Дмитрий также написал, если у меня разница во времени со штатами 12 часов, смогу ли я полноценно учиться и освоить материал? На самом деле 12 часов окей. У нас есть кейсы студентов из Европы, из стран СНГ, из Азии, у которых другой часовой пояс, и они также проходили курс, потому что, смотрите, как получается, два раза в неделю уроки вы можете посмотреть в записи, домашние задания выполнить, если у вас есть вопросы, написать в чат, вам там ответят в чате. А в субботу факультатив в утреннее время, соответственно, у вас это будет вечер, где-то 8-9 вечера по вашему времени, и вы можете прийти на этот факультатив и все накопившиеся вопросы там тоже задать, если вы не получили ответ в чате. Поэтому да, вы можете полноценно учиться. На проекте, когда мы подключаемся, то у нас митинги с project manager также утро по Калифорнии, соответственно, у вас это будет вечер, и вы можете приходить на эти митинги и задавать вопросы. По-моему, здесь вопрос, Артем, к тебе, но ведь на скрипте тоже можно бэкэнд писать. Вперед. Так, 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 где, где, где? На JavaScript, Евгений пишет, то есть на JavaScript тоже можно бэкэнд писать. Да, да, и в этом-то парадокс. Люди за счет того, чтобы обломать систему, обмануть, потому что это дешевле, делают какие-то вещи. Но если вы хотите быстрое решение на пару лет, окей, но это будет максимально неподдерживаемое решение, немасштабируемое, неразвиваемое, потому что JavaScript – это, скажем так, функциональщина, динамические программирования, где, по сути, ООП от него стоит немножко далеко. Поэтому говорить о какой-то полноценной поддержке и развитии приложения такого, ну, даже речи не идет об этом, если мы говорим про интерпрайс-приложения. Если бы это можно было делать, я думаю, это бы делали, но в силу того, что JavaScript – это максимально непостоянный, ну, для таких целей, вот для своей функции, там, для своих задач, JavaScript – ну, классный инструмент. Но если мы говорим про бэкэнд-разработку, про реализацию каких-то сложных серверных систем, JavaScript не подходит из-за своей нестабильности в плане версионности, из-за своей сложноподдерживаемости, нечитаемости. И, кстати, о чем мы завтра с вами на вебинаре поговорим, углубимся, немножко про синтаксис языка Java и почему вот эти скриптовые языки либо другие языки, которых насыпали кучу синтаксического сахара, это понятие мы тоже завтра обсудим, но вкратце это когда какие-то большие куски кода заменили там тремя буквами для того, чтобы разработчику меньше пальчиками по клавиатуре хлопать. В итоге, резюмирую, вместе с этим приложения, написанные на скрипте, они через год, вот даже вот ты написал приложение, через год придешь, ты его не прочитаешь, ты не разберешься там, если нет документации, это тем более, поэтому это просто не предназначен. Для каждой задачи должен быть свой инструмент. У Java для разработки крупных серверных решений и не крупных, в принципе, правильных, грамотных серверных решений, это Java, это инструмент подходящий. JavaScript инструмент для фронт-энд разработки. То, что там пытаются как-то это скомбинировать, это уже веяние моды. Но это все работает для маленьких проектиков, либо каких-то небольших сайтиков, либо каких-то онлайн-магазинов, где не претендуют на какую-то масштабируемость, либо глобальность в плане там большого количества клиентов или данных. Надеюсь, что я тебе... Друзья, мы уже почти заканчиваем, поэтому кто хотел задать вопрос, но стеснялся, пишите. Мы пока успеваем отвечать. Вопрос от Сергея. Чем принципиально отличается Java от Python? Ну, начнем с того. Синтаксис, кросс-платформенность, о чем мы сегодня говорили. Python – это про больше веб-приложения. Если берем Python и Django. Да, на Python какие-то скрипты. Кто-то говорит, что I написан на Python. По сути, это некие скриптовые решения. Но у Python очень ограниченный функционал. Если ты хочешь... Да, какие-то там позиционируешь, что миллиард библиотек, и там типа только чего-то там подключай. Но отличие в том, что Python очень узкоспециализирован. И он не рассчитан на большие системы. Если тебе надо что-то быстро сделать, Python, если тебе надо сделать большое и очень надолго это Java, у Python более, ну скажем так, если с первого взгляда, кажется, что более простой синтаксис. И это сыграло, кстати, злую шутку. Очень большое количество разработчиков на Python вылилось на рынок в один момент и превысило количество спроса только из-за того, что у Python гораздо ниже порог входа. Потому что язык простенький, несложненький, там для таких вот задач, каких-то таких вот веб-приложений и так далее, небольших. И поэтому очень в определенный момент люди поняли, некоторые ребята, которые захотели срезать дорожку, пошли учиться на Python, и этих людей, таких же оказалось очень сильно много. На сегодняшний день вакансий по Python не так много, а если они и появляются, то спрос на эти вакансии настолько большой, что мне кажется, сейчас у Python достаточно большие проблемы с Эмиду, что с входом на рынок, с входом в специальность. И плюс ко всему, Python так нормально проехал и в рейтингах, и так далее. Хотя рейтинг это субъективно, где ты считаешь, он на первом, на пятом, да. Но Python для чего-то небольшого, либо для каких-то систем типа AI, где нужно куча каких-то однотипных скриптов написать, где там AI будет распознавать чего-то. Тем, скажи, пожалуйста, ты говорил, вот на Java ты один раз выучил, и там версии идут, все равно ты Java не переучиваешь, грубо говоря. А на Питоне что с Питоном? И там как с обновлением? Справедливости ради, и чтобы не вводить в заблуждение, я с Python не работал так тесно. Все мои познания в Python, и у нас пару скриптов пишу для интеграции со сторонней системой. И все на этом. Я не знаю, как у них вопрос с обратной совместимостью и с версионностью. По крайней мере, таких проблем не было замечено, но и я не так сильно работал с ней, чтобы было замечено. Ну, с джаваскриптовыми там и фреймворками они потерпели кучу изменений, я могу про это сказать. Поэтому тут ради справедливости я не отвечу на этот вопрос. Окей, интересный момент. Последний вопрос с чата. Зная PHP, за сколько времени нужно выучить Java, чтобы выйти на рынок? Тут вопрос. Зная PHP, будет проще понять концепцию определенных вещей, потому что уже базовые вещи понятно. Там, что такое переменные, что такое вызов методов и так далее, и так далее. Но язык отличается. И я думаю, что в любом случае, чтобы прям язык Java, чтобы была база, вот как раз таки оно и рассчитано, вот и наш курс, это вот полгода. Спасибо. У нас как раз курс длится полгода. Если сравнить рынок труда JavaScript и Java, где сейчас больше спроса? Это на всех хватит? Я прямо так не мониторил, знаете, вот там 100, там 101, 101 вакансия. Я так сильно не мониторил. JavaScript тоже для справедливости ради, он как свой инструмент, он популярен, и он пользуется спросом. Одно дело стоит понимать тоже. Так же, как и голый JavaScript никому не надо. Вместе с JavaScript там идут еще какие-то инструменты, такие там Redux, там какие-то React, Vuit, Node, JS, Angular, и то есть какой-то набор инструментов все равно вместе со всем ты должен знать. Потому что на сегодняшний день ни один язык программирования в голом виде не нужен на рынке. Почему? Я и говорю, что мы на курсе. Помимо того, что мы выучим с вами Java, мы научимся пользоваться инструментами для работы с Java, фреймворками и всем остальным. Точно так же и с любыми другими языками программирования. Поэтому отвечая на вопрос, каких вакансий больше и что проще, сложно сказать. И то, и то пользуются спросом. Java пользуется большим спросом. JavaScript тоже большим спросом. А все остальное дело случая. Дело случая, упорство и чуточку везения. Ну, то есть, потому что, ну, сложно сказать. Вот пойдешь на Java, быстрее найдешь и на JavaScript будешь искать долго работу. Нет. Но и там, и там есть спрос. И там, и там нужны хорошие специалисты. Нужны хорошие специалисты. Все верно. Спасибо большое. Друзья, я надеюсь, все успели перейти по QR-коду и забронировать за собой цену для участников вебинара. Кто не успел, пожалуйста, переходите, потому что были также у нас вебинары и писали «Я не успел». Ну, пожалуйста, успевайте. Да, и напоминаю, старт курса 15 мая. Завтра, послезавтра ждем вас на уроках. Продолжительность курса Java 6 месяцев. Кто готов, переходите по ссылочке по QR-коду. Всем спасибо большое за ваши вопросы. Получилось очень классно пообщаться, был интерактив. Всех ждем завтра. Зовите друзей, пускай тоже подключаются на урок. Всем спасибо, всем хорошего вечера. Всем спасибо, всех жду завтра, чтобы все пришли. Все. Всем пока, добра и мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok